Мы находимся посреди Тихого океана между Викторией и Ванкувером. Солд Спринг – крупнейший среди островов залива, но жители здесь очень сплоченные и дружные. Даже удивительно. Возможно, это связано с тем, что половина населения острова старше 55 лет. Здесь царят безмятежность, покой и благоговение. Люди могут заниматься тем, чем хотят, и всем все равно, кем вы были до приезда сюда. Музыка играет особую роль. Кажется, что все владеют каким-нибудь инструментом. Оказавшись на острове, покидать его уже не хочется. И некоторые, как приехали сюда 50 лет назад, так и остались жить. А природа здесь просто чудо. Это все лучшее, что есть в Канаде. ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ СОЛД СПРИНГ 48 градусов, 48 минут северной широты, 123 градуса 30 минут западной долготы. Мы находимся на юге Солд-Спринга в парке Ракл. Солд-Спринг и другие острова, окружающие нас, являются самой юго-западной группой островов Канады. По площади Солд-Спринг сопоставим с Гонконгом. Но здесь проживает 12 тысяч человек, а в Гонконге 8 миллионов. Первыми поселенцами острова были чернокожие, бежавшие от рабства и гавайцы, нанятые компанией Хадсонсбэй. Шотландцы, англичане, французы и жители Луизианы – все, кто искал убежища. Добирались сюда на лодках, самолетов и паромов тогда еще не было. Это особенное место. Оно было особенным для аборигенов и остается особенным для нас. Агент по недвижимости и комик Арвид Чалмерс решил остаться на острове после своего первого визита, случившегося 35 лет назад. Он является самопровозглашенным послом Солд-Спринга. Мы живем в раю. Так уж сложилось. Люди приезжают сюда на неделю, потом вдруг покупают участок и остаются жить здесь. Я называю их островными маньяками. Они открывают для себя жизнь на острове. Думаю, здесь люди улыбаются чаще, чем где бы то ни было. Жители дружелюбны и с радостью заводят новые знакомства, чтобы поделиться своей историей с другими. Это удивительное место, где живет сплоченная община. И мы любим обниматься. Ванкувер, Солд-Спринг. Люди на острове обменивают товары и древесину на свежие продукты. Кто-то разводит индюшек и на День Благодарения и Рождество обменивает их на какие-то другие товары и услуги. Приступим. Итак, каков план действий? Что ж, пока моя соседка в отъезде, я кормлю ее куриц и двух коз. В обмен на что-то? Да, но я и так бы ей помогла, потому что она просто чудо. Она повезла одного из своих детей к врачу, а мы, мамы, выручаем друг друга. Привет, курочки! Привет! Сперва проверим, не сбежал ли кто-нибудь. Как они сбегут? Одна собирается сбежать. Так, отлично, она повернула в другую сторону. Этих кормить не надо, их много и они идут на мясо. Ого, у людей здесь много куриц. Да, это здорово, так как яйца лучше, плюс недалеко от дома. И мясо. Мясо тоже лучше, да. Это типично для Солт Спринга. Курицы? Да. Находиться на самообеспечении. Безусловно. И даже если у вас нет куриц, то вы можете знать того, у кого они есть. Люди постоянно делятся и обмениваются друг с другом. Наберем яиц. Давайте. Посмотрим. Вот они лежат. Всегда сюрприз. А здесь? О, еще яйца. И как много. Да. Вы берете дюжину? Да. Выбирайте. Ладно. Когда вы прибыли в Солт Спринг? Десять лет назад. Почему? Я была беременна, и мы искали место, где будет приятно растить детей. Плюс я хотела жить поближе к природе. Вы не жалеете, что приехали сюда? Я счастлива здесь, и это даже странно. Я пишу книги и предпочитаю одиночество и тишину. Можно даже сказать, изоляцию. Я думала, что найду это на острове. Но ни в одном из 20 городов, в которых я жила до этого, я не общалась с людьми так много, как на Солт Спринге. Как так вышло? Здесь все открытые и веселые. И для меня это важно. На острове приходится быть общительным. Думаю, да. Впрочем, возможно, некоторые раскрываются еще больше, когда оказываются здесь. Думаю, остров меняет людей. Согласна. Солт Спринг привлекает достойных, а остальные либо меняются, либо уезжают. Когда с вами регулярно делятся, вы сами невольно становитесь более щедрым. Помогать здесь легко. Например, я часто подвожу людей. Так. Это легкий способ поделиться тем, что у тебя есть. В данном случае я делюсь машиной. Интересно, ведь автостопщиков здесь нет. Здесь много. Да. Как получилось, что у некоторых людей нет автомобиля, и подвозить их бывает выгодно, так как зачастую автостопщики предлагают что-нибудь интересное. Я всегда говорю, что все необходимое находится под рукой, и не обязательно ехать куда-то далеко, чтобы что-то купить. Вы едете по дороге, и вдруг видите то, что вам нужно. Такова жизнь на острове. Приходится обходиться тем, что есть. А если вам нужно в супермаркет, то придется сесть на паром. Итак, перед нами одна из витрин. На острове таких много. Да, это отличный способ совершать покупки. Любуетесь пейзажем, и не приходится стоять на кассе. Как это устроено? Люди оставляют деньги, и продавца нет в принципе. Да, мы называем это честной системой. Люди заранее благодарят вас, и считают, что если вы не расплатитесь, то у вас будет плохая карма. Часто в палатках есть это. Допустим, мне нужны яйца, и цены на зерно поднялись. Я думала, что они стоят 4 доллара, а они стоят 5. Вы оставляете записку. Вы оставляете записку со словами «Я вернусь». Я заплатила 4 доллара, сегодня я приеду и заплачу вам то, что должна. Потом вы возвращаетесь, зачеркиваете записку и опускаете деньги в ящик. Удивительно. Да. Все построено на честности. Верно. Что можно купить в таких придорожных витринах? Когда мой сын ходил в подготовительные классы на юге, я часто ездила по этой дороге. И однажды я составила список всего, что можно купить по пути в его школу. В этот список вошли мясо, скворечник, мед, цветы, овощи и фрукты. И нож, который тут неподалеку можно было заточить. При этом не обязательно с кем-то говорить. Люди просто оставляют свои товары. Именно. Да. Мы заехали за детьми. Да, это Фергус. Фергус сядет сзади. Хорошо, сперва достанем сиденье для Финли. Безопасность – самый большой плюс жизни на этом острове. Спокойствие за собственное благополучие влияет на ваше мировосприятие и на мировосприятие детей. Вы принимаете это как должное? Да, я принимаю безопасность как должное. Я забыла, что значит волноваться. Потрясающе. Вы понимаете, как вам повезло? Да, думаю, именно поэтому люди и приезжают сюда с детьми. Для семьи и детей это самое подходящее место. Самое? Я изучала другие варианты, но ни один меня не устроил. Почему? Пока мы живем здесь. Из-за людей. В большей степени из-за людей. Мы уже очень давно знакомы, и если кому-то вдруг понадобится помощь, он всегда ее получит. Я выросла в небольшом городке и поэтому переехала сюда. Не только потому, что это остров. Дети растут вместе, родители знают друг друга. Все в курсе всего происходящего. Что будет, когда они подрастут? Я боюсь, что им будет нечем заняться. Надеюсь, нам удастся найти для них увлекательное хобби, которое поможет им пережить подростковый период. У меня есть друзья, которые выросли здесь и в детстве постоянно пытались сбежать с острова на пароме, но их ловили коллеги их матери. Тогда они злились, но сейчас они сами родители и благодарны за контроль. Никто не сбежит. Никто. Людям, которые приезжали сюда, выдавали гранты на землю. Они расчищали участки и создавали на них фермы. Думаю, тогда на острове жило около 600 человек. Мы поставляли фрукты по всей Британской Колумбии, пока долину Оканаган не начали орошать. Отсюда открывается самый красивый вид на Солдспринге. Не только на Солдспринге, но и на всех островах залива. Марсель Мерсье, винодел. Долина Баргойн, находящаяся перед нами, пожалуй, одна из крупнейших долин на островах залива. И она идеально подходит для винограда. Это одна из самых первых ферм, и можно понять, почему первые европейские поселенцы, пребывая на остров, искали землю получше. Земледелие и фермерство всегда играли ключевую роль в выживании на острове? Да, в основном люди жили за счет полученного урожая с земли. Как развивалось земледелие на Солдспринге? Земледелие здесь было широко распространено. До середины 50-х годов фермы были намного больше и конкурентоспособнее. Наиболее привлекательным для Солдспринга был рынок Ванкувера, так как оттуда открывался доступ в долине Аканаган и Калифорнии. В результате прибыль маленьких ферм упала. Труд людей не окупался, они получали недостаточно денег за свою продукцию. И в начале 50-х годов количество маленьких ферм сократилось в силу их неконкурентоспособности. Фермеры начали разводить овец и прочий скот, так как занятие это было менее затратным. При этом мясо продавалось по более высокой цене. Также им приходилось подрабатывать на стороне, чтобы сводить концы с концами. К примеру, предыдущий владелец, мастер Ли, был механиком. Ремонтировал машины у себя в гараже. Мы прибыли в долину в 1999 году. И здесь не было ничего, кроме сухой травы, необработанной земли и нескольких овец. За последние 16 лет это место кардинально преобразилось. Сейчас здесь стоит виноградник, на холме второй, чуть меньше. Через дорогу оливковая роща, еще один виноградник. Ферма голубики. Также есть ферма по разведению свиней и мелкого скота. На другой разводят крупных черно-белых коров. Внизу стоит огромная теплица. Еще есть клубничная ферма. Появляются и развиваются новые хозяйства. С чем, по-вашему, связан нынешний успех? Нам по-прежнему тяжело. Дело в том, что рынок Солдспринга недостаточно велик, чтобы поддерживать на плаву всех местных фермеров. Кроме того, существует проблема транспортировки, когда мы либо вывозим, либо завозим товары на остров. Стоимость перевозок на пароме сильно возросла. Но, думаю, сейчас люди стали больше поддерживать местных фермеров и отдавать предпочтение качественной продукции, которая зачастую стоит немного больше. Если говорить конкретно о нашем случае, мы не только выращиваем виноград, но и делаем из него напитки, благодаря чему можем продавать наш товар дороже. Вы питаетесь исключительно местными продуктами или хотя бы стараетесь питаться местной продукцией? Всю еду мы покупаем на Солдспринге. Привет! Привет! Я отвечаю за виноградник и слежу за тем, чтобы его обрабатывали должным образом. А моя жена, Элейн, делает напитки. Здравствуйте! Я Софи. Очень приятно. Приятно познакомиться. Вы угостите меня, Марсель? Осенний фестиваль – наш самый большой праздник, и каждый хочет на нём побывать. Сюда приходят все жители острова. Здесь собрались люди всех возрастов. Думаю, это отлично демонстрирует дух Солдспринга. Благодаря фестивалю видно, как много людей живёт на острове. Валди, насколько на Солдспринге ценят музыку? Она играет одну из главных ролей. Уже 30 лет в нашей школе дают замечательные уроки музыки. Даже когда курсы сократили из-за недостатка средств, учителя изменили программу, чтобы оставить как можно больше людей и обучать музыке наших одарённых детей. Почему музыка так важна? Это один из ключевых элементов нашей жизни. Так? Люди собираются вместе, чтобы послушать живую музыку. Она согревает сердца и стала душой острова. Думаете, это связано с тем, что вы живёте в некоторой изоляции, и людям нечем заняться? Именно благодаря изоляции люди занимаются музыкой, вместо того, чтобы смотреть телевизор или играть в боулинг. Здесь на душу населения приходится много музыкантов. Я права? Да. На островах залива процент артистов одинаково высокий, особенно на острове Хорнбиг, так как там живёт мало людей. На Гальяно располагается ещё и школа режиссёров. На островах Пендер, Сатурна и прочих других известных мне также много талантливых людей. Почему так? Возможно, потому что здесь мягкий климат. Нам не приходится работать на износ, чтобы согреться и позаботиться о семьях. Здесь у нас немного больше свободы. Чувство сплочённости помогает? Да. И толерантность. Нам не обязательно гордиться тем, что мы делаем. Достаточно хорошо это подать. Я это запомню. Так мы пробуем новое. Ясно. Мы не боимся рисковать из-за отсутствия критики. В более суровых местах, если вы попробуете выйти за рамки, и это не будет соответствовать должному уровню, вас прогонят, и вы, возможно, перестанете пробовать что-то новое. Да. Подобная толерантность дарит больше возможностей. Не обязательно для совершенствования таланта, но для его реализации. Мне кажется, что атмосфера острова и его жителей способствуют развитию нашей креативности в достижении целей. Если я хочу узнать что-то о моторах, то пообщаюсь с механиком. Для реализации своих талантов людям необходимо искать подходящие условия и уметь находить в них вдохновение. Думаю, здесь можно научиться практически всему. Иногда за оплату. Многие музыканты дают частные уроки. Сам я никогда этого не делал, потому что живу за счет того, что дает остров. Но есть тут немало тех, кто преподает. На этих островах личная независимость – неотъемлемое право. Все считают себя вправе заниматься тем, чем хотят. Я еще не встретил ни одного человека, который бы осквернил или испортил остров. Напротив, многие стремятся сохранить все так, как есть. Разные точки зрения позволяют нам развиваться. Мы понимаем, что работает, а что нет. Мы добираемся до корня проблем и решаем их. Это неплохо. Это дар. Утром вы ухаживаете за розами. Да, вы правы. Здесь всегда есть чем заняться. Здесь очень много дел. Четыре дня уходит только на то, чтобы постричь газон. Также каждый день надо заботиться о фруктах и курицах. Это хорошо. Жан Бруар. Лесничий. Что привело вас сюда? Что ж, в первую и главную очередь прекрасная природа. Деревья и лес. Вы можете увидеть, насколько он огромен и великолепен. Даже спустя 20 лет он вас восхищает. О, да. Отпуск я провожу дома. Никуда не уезжаю. Все здесь живут рядом с природой. Да. А природа рядом с нами. В прошлом году я вернулся домой с работы и вдруг услышал… Я подумал, что это? Пошел к пляжу и увидел четырех косаток. Двух взрослых особей и двух детенышей. Неподалеку был тюлень. Молодые косатки пытались поймать тюленя, который выбрался на берег. И вон там, на моих глазах, огромные косатки охотились на тюленя. Это было нечто невероятное. И совсем рядом с домом. Вы покупаете продукты в супермаркете? Да, ведь я не могу вырастить бананы. Это пока. И кофе. Плохой початок. Вот этот лучше. Курицам нравится. Да, бросите им. Поклюют. Прямо так? Да, им очень понравится кукуруза. Вкусняшки! Сейчас сбегутся. Ха-ха-ха-ха-ха. Ух ты! Возможно, это самое красивое место на Земле. И находится оно почти во дворе у Жана. Я открыл для себя, что люди, приезжая сюда, могут стремиться к уединению Но уже попадая на Солт Спринг, они чувствуют на себе заботу других людей И хотят принимать более активное участие в жизни острова Им нравится эта обстановка И потому им легко сдружиться с людьми, которые хотят защитить остров Увидев этот чудесный пейзаж, я понимаю, почему вам так важно бороться за его сохранение И вы уже много лет этим занимаетесь Все так Остров привлекает инвесторов и людей, которые не согласны с нами Но важно бороться за его сохранность так же, как мы отстояли остров Тексаду С кем боретесь? Люди прибыли на Солт Спринг и начали рубить деревья для последующей продажи Они хотели продать землю под застройку Но остров для этого не подходит Как вы протестовали? Я исполнял южноафриканский танец Я ходил на рынок и начинал танцевать за доллар А останавливался за два Я танцевал перед торговцем, которому это, конечно, не нравилось Потому что все смотрели на меня, и никто ничего не покупал Они платили мне два доллара, и я шел к другому торговцу и танцевал для кого-нибудь за один доллар, пока мне не заплатят два Так мы собирали деньги Также мы продавали футболки, устраивали чтение литературы, пели и проводили концерты Все собирались вместе Старые, молодые, люди с улиц Специалисты, рабочие Все принимали участие Так мы собрали больше миллиона долларов Может, даже полтора И в результате нам удалось Кстати, политики тоже приняли участие В итоге мы собрали 20 миллионов долларов Какие-то средства дали провинции, какие-то город Виктория или округ Капитал Также мы получили деньги из федерального бюджета Так мы отстояли Баргойн И сейчас этот парк находится под защитой Но борьба продолжается Сейчас прокладывают трубопровод Для увеличения потоков не только сырой нефти, но и расплавленного битума Это крайне мерзкая и опасная смесь Компании пытаются увеличить число танкеров в этих водах А мы хотим им помешать Мы продолжим бороться И обязательно выиграем Здравствуйте Прошу на борт Спасибо Куда бы вы ни пошли, природа радует глаз Океан, горы, озера Мы проводим много времени на воде И чаще всего получаем от этого удовольствие Каждое утро я просыпаюсь Выглядываю в окно Смотрю на воду, на горы Щеплю себя и говорю Это правда? Или мне это снится? Когда я себя щеплю и чувствую боль, то понимаю, это правда Боб Джонс Пенсионер и мореплаватель На этом острове владельцев яхт или лодок больше, чем где бы то ни было Здесь вокруг так много островов Я плаваю в этих водах уже 20 лет И убежден, что в радиусе 35 километров от Солт-Спринга Я посетил лишь две трети мест Насколько сильно жизнь жителей Солт-Спринга связана с водой? Как по-вашему? Наша жизнь завязана на воде больше, чем у других Из-за частых паромных переправ Даже если вы не интересуетесь яхтами То все равно представляете, как устроено судно Так как вам приходится покидать остров На Солт-Спринге находится единственная в заливе школа для старшеклассников По утрам два школьных парома, выпускник и наука Забирают учеников с разных островов Они много времени проводят на воде И осведомлены об условиях переправы в Шторм и Штиль С ранних лет эти дети прекрасно знают, что делать Когда в небе сверкают молнии и гремит гром За 38 лет население острова удвоилось Половина жителей старше 55 лет Некоторым уже за 70 и за 80 Я советую всем быть внимательными на дорогах, потому что старики могут вас не заметить На острове много пожилых О да Расскажите об этом Все считают туризм крупнейшей отраслью экономики на Солт-Спринге Но на самом деле это раздача пенсий Мы приехали сюда спокойно умереть и передумали Мы посетим шоколадный пляж на небольшом частном острове Ясно Его владелец очень добр и разрешил людям отдыхать там, но попросил уважать остров и убирать за собой Так что все довольны Вот мы и на месте Какая красота Прямо перед вами Солт-Спринг Поблизости от него находится остров Привост Вон за теми яхтами располагается остров Пендер Горы, выглядывающие под тем белым облаком, принадлежат острову Мэй Дальше за ними следуют горы острова Сатурна И далеко-далеко позади находится остров Оркас Это самая высокая точка архипелага Сан-Хуан 900 метров над уровнем моря Вы туда плаваете? Постоянно Это прекрасное место отдыха Тут у нас напитки и сыр, произведенные на Солт-Спринге Софи, добро пожаловать на Солт-Спринг Добро пожаловать Очень приятно Что для вас делает Солт-Спринг островом? Две вещи Во-первых, нельзя ненадолго сходить в деревню Вы обязательно остановитесь поболтать с кем-нибудь минимум на 20 минут Во-вторых, когда я ухожу из дома, то не запираю дверь и оставляю ключи от машины в замке зажигания Здесь безопасно И можно не переживать из-за того, что кто-то причинит вам вред Именно это и делает Солт-Спринг островом На пароме мы всегда легко распознаем городских приезжих Если перед тем, как выйти из машины и подняться на палубу, человек устанавливает на руль замок Мы понимаем Да, он городской Сюда переехали жить как богатые, так и бедные люди Также есть те, кто хочет стать ближе к природе Мы зовем их хиппи Но прогуливаясь по рынку, можно увидеть человека, который хоть и выглядит как хиппи Им не является И более того, он заработал 42 миллиона долларов на торговле с Microsoft Никогда не знаешь Жизнь здесь стоит дороже, чем где-либо еще Из-за того, что многие товары доставляют на пароме Если вы не умеете торговать, что приносит хорошие деньги Тогда вы можете работать в ресторане, в сфере услуг с низким доходом Люди считают, что этот остров создан богачами для богачей Но это не так Средний уровень дохода здесь намного ниже, чем в среднем по всей Британской Колумбии Питер Грофф Доверитель Трастового фонда острова Вакансий у нас меньше, чем в более крупных местах На острове Ванкувер ты нашел работу, а потом часами ездишь и рассматриваешь другие варианты Здесь такого нет И работа на Солдспринге касается в основном самых базовых сфер Переправы на пароме, школы, больницы, магазинов, коммунальных услуг и прочего Иногда сюда прибывают люди, которые начинают собственный бизнес И разумеется, иногда это непросто Нам необходимо облегчить людям возможность переправы по заливу Чтобы они могли ездить на остров Ванкувер, на материк и на другие острова Надо сделать переправу более доступной И мы уже направили прошение о снижении на четверть платы для коротких маршрутов На наш запрос обратили внимание, и если его одобрят, это очень поможет Молодым семьям, безусловно, здесь жить нелегко Недвижимость дорогая, в среднем дома стоят столько же, сколько по всей Канаде Чуть выше 400 тысяч долларов Нам необходимо сделать жилье более доступным для молодых семей В качестве примера могу привести жилой комплекс сады Мураками Без сомнений, Мураками очень помогли нашим жителям, построив этот дом Особенно если учесть печальную историю этой семьи и страдания, которым их подвергла наша страна В 1942 году, после бомбардировки Перл-Харбора, нас выгнали с острова как врагов Тогда на острове жило 11 японских семей Вернуться в Британскую Колумбию нам разрешили лишь в 1954 году Мы купили землю, на которой живем и сегодня Я часто видел людей, которые спали в парках и в машинах, потому что им некуда было податься И решил, что с этим надо что-то сделать Тогда Ричард решил построить на этой земле жилой комплекс для людей с небольшим заработком Заходите У нас живут дети, пожилые, люди с психическими проблемами и прочими проблемами со здоровьем, а также трансгендеры Кого здесь только нет, было бы здорово, если бы больше людей предоставляли свою землю под строительство таких комплексов Не обязательно больших, потому что мы все здесь как семья Ричард хотел вернуть долг и отблагодарить жителей Солт-Спринга, когда передал им и людям Британской Колумбии этот дом Согласна Когда родители разбили свой огород, многие приезжали на Солт-Спринг, чтобы купить у них овощи и фрукты Если бы не это, мы бы до сих пор жили в нищете, понимаете? Люди приезжали сюда и помогали моим родителям, покупая у них товары И даже когда мать с отцом сталкивались с трудностями, такими как расизм, жители острова заступались за них Поэтому Ричард и построил этот дом в благодарность жителям Солт-Спринга Это мой дом Именно Я не говорю, что живу в квартире, весь комплекс – мой дом Здесь люди рассчитывают, если это поможет мне сэкономить, тогда я это сделаю Многие жители переходят на солнечные батареи и ветряки Альтернативные источники энергии набирают популярность Другие топят дома при помощи океана, сберегая одну треть от нормы потребления электричества Жизнь без удобств – интересная концепция Дамьен с семьёй отказались от услуг энергетической компании И мне любопытно, что из этого вышло Ничего себе! Неплохо! Добро пожаловать! Спасибо! Значит, здесь вы все и живёте Мы живём в этой юрте уже около десяти лет И одновременно занимаемся строительством дома без удобств Эта временная юрта превратилась в постоянную, но иначе никак Ведь мы обходимся своими силами не без помощи друзей и родных Дамьен Барстит, Каменщик Почему вы захотели жить здесь? Мы переехали сюда, когда я была на восьмом месяце беременности Сначала жили с родителями Дамьена, а потом купили свой участок Думаете, у вас получилось бы сделать то же самое где-нибудь помимо Солдспринга? В определенной степени да, но здесь у нас есть возможность работать Мы знаем немало семей, которым пришлось уехать Из-за того, что они не могли найти работу и жильё Жизнь здесь не дешёвая Еда, бензин, жильё – всё очень дорогое Многим хватало денег только на оплату жилья Аренда здесь безумно высокая Мы ютились в жилом прицепе Понятно Тяжело найти жильё, хозяин которого летом не поднимает арендную плату Или не приезжает сам пожить в доме с семьёй Аренда даже небольшого дома обойдётся в две тысячи долларов Мы молодая семья, работаем по найму И у нас нет средств на строительство дома со всеми удобствами И на оплату рабочих Приходится искать альтернативу Первые два года здесь была наша кухня Там стоит печь, которую мы топили дровами С тех пор многое изменилось Вначале вы жили в походных условиях Точно, как в походе С первую зиму пришлось тяжело, особенно с душем Мы мылись у дерева И даже сейчас видно У дерева? Там стоит ванна О, боже! С тех пор многое улучшилось Вы наверняка мылись быстро Очень быстро Первые пару лет мы ходили грязными Жизнь без удобств Что это значит? Мы пользуемся самогенерируемым электричеством И ведём как можно более простую и рациональную жизнь Мы всё так же пользуемся социальными сетями и компьютером Но необходимую энергию получаем за счёт батареи, солнечной энергии и запасного генератора Это солнечные батареи? Да, это наш небольшой комплект солнечных батарей Они дают всего ничего, 600 вольт Зато отлично заправляют лампочки, компьютеры и телевизор Нам приходится следить за потреблением энергии, чтобы не истощить весь запас В этом неброском ящике находится наш запас энергии Ого! Здесь мы храним батареи Вы знали что-нибудь об этом до начала строительства? Или узнали уже в процессе? Я всегда увлекался техникой По математике получал одни пятёрки и любил копаться в приборах Если бы не это, не знаю, удалось бы нам выжить Все жители Солдспринга стараются делать всё по-своему? Да, иначе здесь просто не выжить Тут все открыты для новых идей Жизнь легче от этого не становится И по-прежнему приходится подходить к решению проблем творчески Но люди здесь понимающие Неважно, есть у вас деньги или нет Работаете вы в офисе, на пароме или в торговле Каждый найдёт что-то для себя Просто надо усердно трудиться и нестандартно мыслить Моя дочь разводит и продаёт куриц Серьёзно? Да Ух ты! Добро пожаловать в Куроград Можно её подержать? Мои дети отлично осознают, откуда берётся еда и чего стоит её вырастить А также, насколько важно питаться продуктами без химикатов и пестицидов Они знают, сколько энергии тратится, если не выключать после себя свет и экономно используют воду Да Думаю, у них иное восприятие покоя Они выросли без телевизора, без шума холодильника, электричества и вай-фая Ты иногда жалеешь об этом? Иногда Когда я хожу к друзьям, некоторые вещи у них делать проще, чем у нас дома Например, принимать душ или перемещать батареи с места на место Но кому нужен лёгкий путь? Это неинтересно Точно Это наша сауна и баня Вода после души и горячей ванны стекает в котлован для очистки и повторного применения Эта система биофильтрации отлично справляется с небольшими объёмами воды Вы единственные, кто так живёт? Нет Есть люди, у которых во дворе стоит хижина без электричества А есть дома за несколько миллионов, с огромным количеством солнечных батарей, автономной энергосистемой и большим подвалом с системой водоочистки И то и другое отличается от нас Жизнь без удобств быстро теряет своё очарование, когда вам всюду приходится таскать баллоны с пропаном, постоянно заряжать 12-вольтовые батареи и качать воду Водопровод у нас появился в прошлом году Да До этого мы сами её привозили Откуда? Несколько лет у меня в багажнике стоял бак на тысячу литров Я ездил на оптовый рынок, наполнял бак водой, возвращался домой и выкачивал воду в цистерну Зимой этого запаса хватало на месяц Но из-за огорода вода заканчивается уже через два дня Мы долго не приступали к строительству дома и несколько лет потратили на одно только составление плана В первый год мы с другом расчистили место, на второй вырыли яму под фундамент, на следующий год поставили сам фундамент и островы И вот, наконец, дом обретает конкретные черты Добро пожаловать Спасибо Когда вы заедете, то поначалу все будете спать в одной комнате? Ни за что Наша спальня находится наверху Дети тоже рады жить, каждый в своей комнате Поглядим, как всё получится Пока рано говорить Мне самому интересно, как изменится наша жизнь Я следую за ароматом Поспешите, кофе как раз готов Аромат кофе Здравствуйте Как вы, Софи? Хорошо, а вы? Чудесно Мы с женой приехали сюда на каникулы в 1972 году, сразу после университета И сразу влюбились в это место Сообщили родным, что переедем сюда, и через пять лет так и сделали Отличное место А атмосфера? Да Она всё та же? Ещё как Жители беспокоятся из-за наплыва людей, но так уж вышло, что там Сиэтл, там Виктория, а там Ванкувер И мы находимся прямо посередине Все хотят быть здесь Это проблема? Если учесть необходимость заранее планировать поездку с острова, так как паромы и самолёты всегда переполнены, то да, проблема Но мне кажется, что люди, которые приезжают сюда, хотят познакомиться с островом, увидеть, каково здесь Это лишь идёт всем на пользу Здесь помощь людям доставляет радость Все привыкают помогать друг другу и уже не могут жить иначе Другими словами, все хотят одного Вы ведь тоже влюбились в остров, да? Если честно, я не хочу уезжать Я риэлтор, вот моя визитка Как думаете, Солт Спринг меняет людей? По своему опыту скажу, что да Люди приезжают сюда в костюмах, на БМВ, а уезжают на лодках и в резиновых сапогах Да, спустя 40 лет Точно Да Я живу в раю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!